В информационной студии телеканала Север Иван Никонов, Ань Тарова. Я и мои коллеги в ближайшие 20 минут расскажем вам о главных событиях этого дня. МЧС предупреждает, завтра, 22 февраля, в Ненинском округе ожидается метель и усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. На побережье порывы могут достигать 29 метров в секунду. Сегодня, 21 февраля, во всем мире отмечается День родного языка. Накануне в окружной библиотеке прошла презентация переизданной книги Анны Щербаковой «Ненецца Вадыко. Ненецкие сказки». Определены лучшие баскетболисты этого сезона. Во дворце спорта «Норд» прошел региональный этап чемпионата «Кэсбаскет». Спортивные рекорды всем возрастом покорны. В Наринмаре в преддверии Дня защитника Отечества состоялась региональная спортикиада ветеранов труда. В окружной столице и населенных пунктах завтра, 22 февраля, ожидается метель и усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. На побережье порывы могут достигать 29 метров в секунду. Главное управление МЧС по Ненецкому округу рекомендует жителям без необходимости не покидать жилые помещения и воздержаться от дальних поездок. По прогнозу метеорологов, в Наринмаре ночью без существенных осадков. Днем небольшой снег, метель и гололед. Ветер южный, юго-западный 8-13 метров в секунду. Порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза. Днем 0-2. По округу облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, днем небольшие, местами умеренные осадки. Метель, местами гололед. Ветер южный, юго-западный 8-13 метров в секунду. Местами порывы до 15-20 метров в секунду. По побережью местами порывы будут достигать 24-29 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 9-14 градусов. Местами минус 1-6. Днем минус 4-1. Расходы по организации питания учеников начальных классов в школах Ненецкого округа с сентября 2020 года лягут на региональный бюджет. Об этом в ходе рабочей встречи с главой региона Александром Цибульским сообщил депутат Госдумы от Ненецкого округа Сергей Коткин. Парламентарий находится в окружной столице в рамках региональной недели. В ходе встречи Сергей Коткин рассказал губернатору об основных событиях, которые происходят в процессе законотворческой деятельности на федеральном уровне. Речь в частности шла о принятии в третьем окончательном чтении закона о здоровом и сбалансированном питании школьников. Я подходил к заместителю министра, общался с ним по этому поводу, убедительно просил его обратить внимание на Ненецкий автономный округ, с учетом того, что здесь крайний север, мы все понимаем, ни дорог, ничего нет, чтобы как-то все-таки нас включили и частично субсидировали в федеральный центр. В свою очередь глава региона отметил, что решение по обеспечению школьников бесплатным питанием, принятое президентом, носит исключительно социально направленный характер, что еще раз подтверждает, что Владимир Путин, несмотря на экономические издержки, всегда принимает сторону защиты прав и наших жителей, и наших детей. Большая была дискуссия, вы знаете, по этому поводу. Мы здесь внутри дискутировали, именно внутри региона по этому вопросу, и у меня была позиция. Но сегодня решение принято, я считаю, конечно, оно единственное правильное, несмотря на то, что с экономической точки зрения нам действительно придется предусмотреть дополнительные расходы бюджета. Мы продолжаем дискуссию, тем не менее, я знаю пропозицию правительства про регионы донора, тем не менее, мы продолжаем дискуссию, мы продолжаем настаивать на том, что все-таки надо анализировать бюджеты каждого субъекта, не только исходя из сухих статистических данных, но и исходя из реальной возможности бюджета каждого субъекта. Я знаю, что в этом плане правительство сейчас нас слышит, и в определенной степени взяло паузу, в том числе, чтобы пересмотреть эти правила. Также во время встречи Александр Цибульский рассказал о том, что власти Ненецкого округа, опираясь на принятый Госдумой закон о продлении срока выплаты материнского капитала до конца 2026 года, намерены рассмотреть возможность принятия аналогичных мер в отношении регионального мат-капитала. Мы соответствующие сегодня поручения приняли на оперативном совещании, чтобы наше региональное законодательство тоже привести в соответствие с этими нововведениями. Сегодня Ненецкий округ является единственным субъектом Российской Федерации, где материнский капитал выплачивается на третьего и каждого из последующих детей, родившихся в окружных семьях. После индексации с начала текущего года его размер составляет 379 911 рублей. Ирина Никешина, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Сроки реагирования на сообщения жителей региона, поступившие на портал «Народный контроль», сокращены с пяти до трех дней. Об этом в ходе расширенной планерки при главе региона сообщил Михаил Васильев. Он представил статистику обращений, которые поступили на платформу в 2020 году. Кроме того, в ходе расширенной планерки шла речь об убойной кампании. В этом сезоне оленеводческие хозяйства округа заготовили порядка 1265 тонн мяса, забили 42 тысячи оленей и перевыполнили план на 9%. Перевышение плановых показателей произошло за счет сельхозкооперативов «Заполярье», «Ижинский оленевод» и «Рассвет Севера». Отчитался и руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения. Сергей Свиридов сообщил о том, что в этом году в ведомство поступило 275 заявлений на получение путевок мать и дитя. Кроме того, предусмотрено бесплатное оздоровление и для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Так поправить здоровье в здравницах на Черном море смогут 220 маленьких жителей Заполярья. Сегодня, 21 февраля, во всем мире отмечается День родного языка. В Наринмаре прошло сразу несколько мероприятий, посвященных этому событию. Накануне в окружной библиотеке прошла презентация переизданной книги Анны Щербаковой «Ненетция Вадака. Ненецкие сказки». Автор издания в 1946 году отправилась в этнографическую экспедицию, где совместно с Иваном Выучейским собрали большое количество ненецких сказок про животных, бытия и легендах. Мы презентуем книгу, репрентное издание, которое было издано в 1960 году. Ее почти не осталось, поэтому решили переиздать. А там сказки интересны тем, что они были собраны у нас в округе. От известных людей даже, от Тыка Вылка, например, и Ляконскиныча Вылка. Книга переиздана за счет средств окружного бюджета в рамках реализации мероприятий государственной программы «Сохранение развития коренных малочисленных народов Севера» в Ненецком округе. Участникам Олимпиад запрещено использовать для записи авторучки. Сегодня же в Центре развития образования Ненецкого округа прошел региональный этап Олимпиады школьников по родному ненецкому языку. Его участниками стали учащиеся 4-11 классов школ округа и ученики городской школы имени Антона Пырирки, которые одержали победу на предыдущих двух этапах – школьном и муниципальном. Сельские школьники писали Олимпиаду в дистанционном режиме под обязательным видеонаблюдением. Напомню, Международный день языка отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию. В Ненецком округе прошел диалог на равных с Иваном Сысоевым и Надеждой Пальневой. Местные звезды КВН рассказали о своем пути в большой юмор, как создаются шутки и многом другом. Подробнее расскажет Наталья Дуркина. Алексей Вукуев впервые пришел на проект «Диалог на равных». Юноша не так давно пробовал себя в юмористическом амплуа, а после диалога и вовсе всерьез задумался о том, чтобы вступить в Лигу КВН. Мне понравилось, что тут были такие личности, которые выступали на федеральных каналах и принимали участие в таких проектах, как Comedy Battle и КВН. Хорошо, это тебя к чему-то подтолкнуло? Ну, я думаю, что я буду больше уделять времени юмору. Встреча началась с того, что каждый из приглашенных гостей рассказал о том, как судьба его связала с КВН. Надежду Пальневу заметили и пригласили в команду. А вот Иван Сысоев пришел целенаправленно. На самом деле я изначально приходил в КВН по той причине, что в школе я был весьма скромный парень. И приходил в КВН я именно для того, чтобы как-то проявить себя, раскрепоститься и так далее. Потом, по итогу у многих КВНщиков, эта привычка держать микрофон, выступать на сцене, превращается в работу чаще всего. Поэтому в моем случае вот эти 13 лет, которые были проведены с юмором, они, собственно, подарили мне и какую-то уверенность себе на первых этапах, и работу, и, собственно говоря, любимое дело. Умение писать шутки уже половина успеха. Причем Надежда Пальнева уверена, этот дар дан каждому. Самое главное – постоянно практиковаться. Как мы бежим за полярную лигу? Вот у тебя округ, да? Есть элементарно, даже в последнее время пользуются популярностью подслуживаемых, где есть любой инфоповод, вплоть до очереди в больнице, понимаете? То есть любая ситуация, там, дорога на телевизорскую, мост, который из-за заводской пытаются позволять. То есть любая какая-то жизненная ситуация, ее садимся и выкручиваем. А как бы ты себя повел? И все, и это выкручивается в какой-то юмор, знаете, шутку. То есть где-то определенного, что ты сел, начал писать, там, определенно сразу, шутка за шуткой. Добавлю, в настоящее время идет набор в заполярную лигу КВН. Все веселые и находчивые могут вступить в ее ряды, просто связавшись с Надеждой Пальневой. Наталья Дуркина, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Определены лучшие баскетболисты этого сезона. Во Дворце спорта «Норд» прошел региональный этап чемпионата «Кэсбаскет». В финале за звание лучших и поездку на финал с ЗФО боролись команды юношей и девушек из 4-й и 1-й городских школ. За ходом матча следила Ольга Руссул. На поле команды юношей из школы номер 3 и школы имени Парьерки идет борьба за третье место. Обе команды играют практически на одинаковом уровне, разрыв в счете минимальный. Болельщики очень переживают и поддерживают свои команды. Конечно, шансы есть. Определенно, шансы есть. Ребятам нужно собраться. Счет равный, игра равная. Посмотрите, что делать одиннадцатый номер. За третье в школу. Все друзья. И я там учусь. Захотеть смогут. Мы болеем за анши. Эта игра очень напряженная, так что мы поддерживаем, кричим все, что угодно. Как думаете, шансы есть на победу? Конечно, есть. Да. Очень большие. У нас команда очень большая. Они очень большие, мы очень. Да. Мы очень сильно за них болеем, переживаем всем сердцем. Последние минуты решающего матча. Еще немного и команда «Бронзовый призер» будет определена. Кстати, среди девушек третье место на пьедестале почета заняли баскетболистки из села Несь. Всего в отборочных соревнованиях приняли участие 24 команды из 14 общеобразовательных учреждений округа. И вот решающий бросок – победа за командой третьей школы. Команда школы НСИ довольно-таки быстро бегает. Они будут поатлетичны, поэтому сложно было за ними угнаться. Но вот это, думаю, самая главная трудность была на игре. Впрочем, соперники из команды школы имени Пырерки не очень огорчились, хотя от победы их отделяло всего одно очко. В принципе, она готовится. Но мы как бы готовились на уроках. То есть, и так надо не тренироваться, но, кстати, ребятам, в принципе. Если играть в этом зале, в этом зале и тренироваться. Отборочные матчи кэс-баскет начались еще во время осенних каникул. Тогда в Наринмар приезжали баскетболисты из всех сельских школ. По мнению судей, спортсменам из глубинки сложнее показать себя на поле дворца спорта. Сельские команды в кругом, в принципе, посложнее, потому что они приезжают. Многие занимаются в командах лидеров во дворце спорта «Норд». Они привыкли к залу, то есть площадка побольше, в школах залы поменьше. Ну, не во всех, конечно. Ну, как бы уже сама атмосфера более привычная. Большой интриги, кто выйдет в финал четырех, не было. Сильнейшие команды определились практически сразу. За звание лучших сегодня борются команды юношей и девушек из первой и четвертой городских школ. Ну, с осеннего этапа было понятно, что будут лидерами как у юношей, так и у девушек первой и четвертой школы. Ну, в принципе, в финале четвертых это так и подтвердилось. То есть, они в финале и встретятся. А команды, которые вошли в четвертую, уже тоже борются за призовые места. Ну, остальные уже отбыли в осеннем этапе. Несть прилетела, выступила удачно, прилетели второй раз и заняли третье место. До начала финальных игр, считанные минуты, участники команд заметно нервничают, ведь на кону поездка на турнир с СЗФО. Хорошо играть. Да, потому что нужно всей командой, не по отдельности, чтобы, когда мы, возможно, победим. А как вы оцениваете силы своей команды на сегодняшний день? Ну, сегодня это будет 50 на 50 игра, то есть непонятно, кто выиграет. Да, потому что первая школа, они достаточно шустрые. Шансы, считаю, равные, более-менее, побороться можно. Да, если мы захотим, то мы все сможем. Конечно, конечно, это очень серьезная игра. Короткое приветствие и матч за путевку на турнир Северо-Запада начался. Напряжение растет, разыгрывается первое место среди команд, девушек. Адреналин пропитал воздух, остаться равнодушным к происходящему на поле невозможно. И сразу вперед вырывается команда школы номер 4, но вскоре счет практически сравнялся. После упорной борьбы вперед все же вырывается команда школы номер 4. Итоговый счет 33-28. В финальной игре среди юношей с большим преимуществом победу одержала также команда школы номер 4, обыграв в решающей встрече соперников из школы номер 1. Тренер команды комментирует результат. Мы стараемся уже детей с начальной школы на секцию в Норд отправить. Так проще. Во-первых, за кружок-два не подготовишь детей в неделю, а здесь они тренируются, у них четырехразовые тренировки в неделю. То есть уровень совершенно другой. Мы единственное, что за месяц-два до соревнований их как-то в команду общую уже собираем и наиграем все. Таким образом, на финал Северо-Западного федерального округа, который пройдет в городе Псков 17 по 21 марта, отправляются игроки команд школы номер 4. Ольга Русл, Антон Водряков, Телеканал Север. И в продолжении темы спорта. Сегодня в спорткомплексе лидер прошла традиционная спортикиада для людей пожилого возраста. Согласно региональной программе, состязания для пенсионеров проводятся четыре раза в год. На этот раз они приурочены ко Дню защитника Отечества. Участие в спортикиаде принимают женщины от 50 лет и мужчины от 55 лет. Спортикиада среди людей пожилого возраста – это скорее не спортивное состязание. Хотя здесь, как и в большом спорте, за лучший результат участники получают медали и грамоты. Для большинства, кто приходит сюда, это возможность встретить друзей и пообщаться. «Тонус какой-то поднимается и жизненный удлиняется, вроде, жить от этого. Так что это, кажется, очень хорошо, что придумали такие соревнования. А то мы раньше, когда не было этих-то, думали, ну что, старики, все, помирать пора. А нет, вроде бы и тонус жизненный появляется». Спортикиада – это соревнование в личном зачете, но внимание сразу привлекает группа в красных футболках. Это активистки, спортсменки и просто красавицы из поселка Красное. Они стараются не пропускать ни одного соревнования. «Девочки, руку поднимите, кто в спортзал ходит. Девочки, руку поднимите, кто в спортзал ходит. Стрельба, дарс, все тренируемся. Кикельбар и все у нас. И желательно включать новые виды ежегодно, потому что каждый год одни и те же виды шашки. Нам бы интереснее было. Ну вот тоже кикельбар, боулинг, настольные игры есть интересные». Афанасий Михайлович Хаймен тоже спортсмен со стажем выбирает для себя дарс и стрельбу. На прошлых состязаниях из 50 выбил 46 очков. Раньше увлекался лыжными гонками, а сейчас уже силы не тем. Но уверен, что наши пенсионеры могут еще послужить и родине, и отечеству. Но, несмотря на активную старость, считает, что пенсионный возраст на севере поднимать нежелательно. «В Заполярье может быть и нежелательно, потому что все же условия жизни тяжелые по сравнению с средней полосой. Но я тоже. Мне 28 января исполнилось 75 лет, так что пока еще бодрый». Соревнования среди людей высокого возраста пользуются огромной популярностью. С каждым годом участников все больше. «Эти спартакиады уже проходят более 20 лет. Начало положили Борис Алексеевич Осичев, Борис Павлович Бородкин, Сергей Николаевич Тельтевский. Вот эти люди, которые организовывали первые спартакиады. Я помню, что на первые спартакиады у нас приходило где-то 15-20 человек. Потом эта немножко цифра стала расти. Сегодня, вот прошлое спартакиады, которую проводили в сентябре 2019 года, уже собрало рекордное количество желающих поучаствовать и помериться силой. Более 100 человек». Поэтому, по мнению организаторов спартакиады, пришло время поменять регламент и формат таких спортивных встреч. Обсудить коллегиальные, включить в программу новые виды спорта, сделать обязательной летнюю спартакиаду, чтобы проявить себя могли спортсмены-легкоатлеты. «Если сравнивать с другими рекордами, то у нас самые активные. Мы участвуем в спартакиадах, которые проводят в Российской Федерации. И даже учитывая, что там есть и мастера спорта, пенсионного возраста, кандидаты мастера спорта, а у нас простые жители округа, которые просто каждый день ходят заниматься, мы занимаем призовые места». Надо добавить, что в Ненецком округе реализуется государственная программа «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография», благодаря которой пенсионеры имеют возможность бесплатно посещать спортивные учреждения для занятий. Ольга Русл, Антон Водряков, телеканал «Север». И к этому часу у меня все. Ла Комбой. Далее смотрите прогноз погоды.